В минувшее воскресенье в уральском городе Нижние Серги печально известным недавним подтоплением над колокольней храма во имя воздвижения Креста Господня, восстанавливаемого силами и насредством прихожан, вознесся крест. Таким образом была восстановлена справедливость, попрана еще 85 лет назад. Большой кирпичный крестовоздвиженский храм в Нижних Сергах был освящен в 1907 году на радость всем православным, жившим в этом горнозаводском городе, тогда еще Пермской губернии. Городе, если не зажиточным, то во всяком случае весьма благополучным. В пермских архивах сохранились сведения о зарплатах нижнесергинских рабочих в 1905-1910 годах. Среднемесячный доход рабочего, ни инженера, ни лавочника, ни чиновника в эти годы составлял 40-50 рублей. В то же время корову в эти годы в Нижних Сергах можно было купить за 6-8 рублей. Для сравнения с сегодня очень хорошей зарплатой в маленьких уральских городах может считаться доход в 25-30 тысяч, тогда как корова стоит 60-80 тысяч рублей. Но именно сегодня к потомкам приходит понимание необходимости исправления ошибок, наделанных дедами в погоне за лучшей жизнью. И над поруганным некогда храмом вновь возносится крест. Этому событию предшествовали годы помрачения ума человеческого, когда вот такие грандиозные сооружения божественного порядка, божественного характера, тем более крест Господень, который для русского человека всегда был оружием против всякого зла, против духов злобы поднебесной. Вдруг в один далеко не прекрасный день русские люди возымели желание скинуть вниз, сорвать его, разозрать храм, удивительный, дивный храм. Восстановление креста Воздвиженского храма в Нижних Серегах началось в 2010 году. Средства на это благое дело прихожане собирали сами. К марту 2020-го средств было собрано достаточно, чтобы начать активную работу. Пандемия коронавируса не помешала этому. В церкви были достроены утраченные стены, установлен барабан купола с крестом, возведена колокольня, начались внутренние работы. В июле, когда после продолжительных дождей река Серга вышла из берегов и подтопила большую часть города, в храме открылся центр помощи пострадавшим. Завершить все работы по восстановлению храма сергинцы планируют в течение пяти лет. Но уже сейчас здесь идут регулярные службы, работает духовно-просветительский центр и православная служба милосердия, оказывающая помощь пожилым, малоимущим и многодетным горожанам. Город небольшой, но и храм видно с любой точки. И, соответственно, когда будешь заезжать в город, сразу такая красота, крест, он будет над всем возвышаться и своей чистотой накрывать весь город. То есть очень благодатно, радость, радость.